Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Состояние здоровья известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк вот уже который месяц является одной из самых обсуждаемых тем в сети. Родные звезды упорно хранят молчание и никак не комментируют ситуацию. Но в СМИ появилась информация, что лечение заслуженной артистки приостановлено. В середине лета в российскую прессу просочилось сообщение о том, что артистке диагностировано онкологическое заболевание и из-за угрозы жизни она была в срочном порядке госпитализирована в одну из московских клиник. После нескольких серьезных операций, а также длительного реабилитационного курса, Заворотнюк якобы пошла на поправку. В медиапространстве заговорили о том, что главная телевизионная няня стала значительно лучше, к ней вернулись аппетит и зрение, а также прошли мучительные головные боли. Со слов инсайдеров, рацион 48-летней актрисы находится под строгим контролем медиков. Она получает все необходимые питательные вещества, а также теряет лишний вес, набранный из-за болезни. Врачи приняли решение остановить лечение Заворотнюк, чтобы определиться с дальнейшей стратегией восстановления ее здоровья. Один из близких друзей мужа артистки Петра Чернышева рассказал, что она действительно находится на реабилитации в клинике и уже начала самостоятельно передвигаться и принимать пищу. Напомним, что после информации о недуге Заворотнюк появилась масса инсайдеров из ее близкого окружения, которые принялись активно делиться подробностями болезни звезды и рассказывать, какими были ее последние месяцы перед госпитализацией. Более того, персонал клиники, в которой якобы содержалась артистка, предложил за определенную сумму продать ее фото на больничной койке. К слову, телеведущая Елена Малышева не удержалась и также решила прокомментировать состояние, в котором сейчас находится известная актриса. Елена Малышева рассказала, что Фриске и Заворотнюк поставили одинаковый диагноз – опухоль мозга. И беда в том, что поставили его очень поздно, когда человек уже обречен. Малышева поведала, что на ранней стадии очень трудно выявить эту болезнь, так как она вообще никак не проявляется. Симптомы практически не проявляются, все, от чего может страдать человек, так это незначительные головные боли. Также о наличии опухоли головного мозга могут сигнализировать видимые изменения в носогубных складках при сдавливании мозга. Сама же Малышева обращает внимание на то, что первым звоночком является и то, что органы человека отказываются выполнять нужные функции. Врач-терапевт добавила, что Заворотнюк, как и Фриске, очень поздно поставили диагноз. И сейчас врачи практически бессильны в борьбе с наступающей болезнью.